Добрый день дорогие друзья, с вами Дмитрий Черепощук. Рассмотрим с вами интересные идеи на 26 ноября и давайте приступать к рейку. Смотрите, что интересного по нашим инструментам, то что золото, да, как мы и рассчитывали, что если будет пробой, тогда мы идем выше, но к сожалению пробоя не оказалось, как мы и предполагали, что будет возможность еще у крупного игрока добрать позицию, если он пробьет обратно этот канал, из которого мы благополучно вышли, дали всем зайти и естественно сейчас смотрим на откат, да, на границе, уровни у нас сохраняются, ничего сверхъесте не произошло, да, так что смотрим на откат, я бы смотрел где-то 17.90 до уровня 18.35, это где-то вот в таком разбросе можно смотреть. Что сегодня? На сегодня давайте откроем пятиминутку, посмотрим более детально. Ну вот, я думаю, что это не нужно. Много технического анализа, да, чтобы увидеть этот уровень. Был сложный, ложный пробой и от него оттолкнулись, пошли. Нужно ждать скорее всего пятницу, но сегодня выходной в Америке, поэтому сильных движений может не ожидаться, поэтому, если будут все-таки, да, хорошие движения в эту зону, можно присмотреться на коротенький отскок. Еще раз покажу вам картину на дневном, то есть до уровня 18.35 запас хода у нас сохраняется. Планевки также ситуации интересные. Сегодня утром слили нас, да, сильно, вышли обратно выше канала, вот он сформирован, да, был. Возили нас туда-сюда и сейчас вышла цена ниже. Ключевым уровнем, я считаю, все-таки психологическая цифра, да, вот вот здесь сейчас возле нее происходит, как сильно ушли. Если будем закрепляться выше, можно на какой-то отскок 81, 81.5, на еду под 80 и будем стоять хороший день, да, следующий день, например, в понедельник, да, когда откроется Америка, для них это будет немного неожиданностью, да, чем все празднуют, все равно все люди, поэтому могут быть какие-то хорошие движения именно на следующей неделе, внимательно за нефтью. Смотрите за уровнем, сказал, где-то в районе, но все-таки я бы взял 80, да, вот в коротком тейфраме, на мелком смотреть, но на главе отметил где-то в районе 78.50, да, что от этого хвостика, от которого было хорошее движение, и удержали на объеме, обращу ваше внимание, поэтому очень внимательно присмотритесь, сегодня может дайте и себе, да, 10th given day, так сказать, отдохнуть, и спокойно отпраздновать там какие-то выходные и прочее, не торговать, а на следующей неделе очень пристально посмотреть за нефтью, да, потому что нефть может продемонстрировать очень хорошее движение. По доллару, вот такое мы наблюдали поджим, доллар, рублю, да, и сейчас обратно, обращу ваше внимание на часовой тейфрейм, да, как нас поджимает, как закрылся этот часовик, этот обратно поджимает, но сейчас только открытие, да, московская биржа там в 10 утра по МСК основной сессии, поэтому присмотритесь также, закрепление выше 75.500, выход 76, будет знаменоваться тем, что у нас открыт очень хороший потенциал, потому что все это время, еще раз напомню, мы были в нисходящем, да, движении. Поэтому смотрите за этими уровнями, думаю, что доллар, рубль еще покажет, да, рост, поэтому наблюдайте. По евро-доллару, по евро-доллару ситуация, так как и была, да, не очень благоприятной для торгов, есть нисходящее, да, движение, вроде бы пытаемся каждый раз откат, но каждый откат, видите, служит только входом лучшим по цене для шарта, то есть каждый откат, можно лучше зайти, каждый откат лучше, поэтому сейчас я точно так же это рассматриваю, этот небольшой рост, видно, что инструмент уже немножко исчерпал себя, да, энергию растратил, поэтому на какой-то отскок мы можем рассчитывать, и после этого отскока я бы стал бы обратно рассматривать его в шартовую позицию, но нет, нет никакой возможности у него вообще загребиться выше, все время идет снижение, снижение без каких-либо особых движений. Вот здесь мы задержались, да, с вами рассматривали вот этого уровня еще две недели назад, но тем не менее инструмент благополучно продолжил свое шествие по тренду. По золоту сказал, по нефти сказал, в принципе, по ситуации в целом, да, рынок смотрится интересно, под декабрь дают зарабатывать, видите, какие хорошие движения, доллар, рубль, да, наконец-то пошел объем, вышел, хорошие такие свечи, нефть также, да, умерла немножко, конечно, сколько она росла, естественно, что инструмент не может все время вот так идти, да, ему нужен перед их, тем не менее, сейчас вот мы видим хорошее движение для спекулянта, вообще идеально в канале, широкие движения здесь, да, здесь больно, неприятно, скорее всего, стопов много, здесь хорошее раздольное движение, поэтому присмотрите, сейчас, я думаю, декабрь очень хорошо даст заработать, и вы в новогодние праздники ждете с прекрасным настроением, с огромным депозитом, с довольным лицом будете праздновать и Рождество, и Новый, поэтому присмотритесь, также смотрите за золотом, не все это делается специально, чтобы бросать, это все делается для того, чтобы набрать крупную позицию, чтобы опять же золото потом пойдет в какую-то из сторон, да, мы никогда не знаем, в какую из сторон, но это все набор позиций вас подготавливает, и он подготавливает себя, естественно, к походу в какую-то сторону, он сейчас копит позицию крупную игру, и после этого будет распределение, и вот главное это распределение не проспать, и зайти вместе с ним и заработать, поэтому то, что он занес, да, кто-то здесь стопы потерял, красивая формация, и я, естественно, заходил, да, в какие-то уровни, я уже не вспомню, сейчас нужно смотреть по статистике, я заходил, также у меня были и профиты, и стопы, это часть нашей работы, здесь ничего не сделать, да, рассчитывали все, что пойдет выше, красивый канал по технике, все, кто торгует, это естественно, вышли по стопу, ну ничего страшного, не зашаркили здесь, это естественно, потому что у вас уже настрой был бычий, да, вы уже, все у вас, вы когда в позиции находитесь, вы сразу, все у вас факторы, все данные сходятся с вашим мнением, да, все идет в лонг, потому что вы ищете себе подтверждение, чтобы не было так страшно, да, грубо говоря, вот, и здесь вы, конечно, не могли шерпить, потому что вы думали, ну сейчас ложный пробой, я где-то здесь зайду и пойдет выше, но, видите, ложный пробой был такой, что у вас бы и здесь высадили здесь, и, скорее всего, здесь бы вы уже брали новый кредит на депозит, да, грубо говоря, поэтому не расстраивайтесь, золото еще даст заработать, я же говорю, сейчас посмотреть на откат, если выйдут выше, это вообще замечательно, значит, он так яро действует, да, чтобы набрать очень большую позицию, естественно, если очень большая позиция, то и будет намного сильнее, больше движения, единственное, что я же говорю, это не пропустить его, поэтому желаю вам хороших, прибыльных сделок, выходных отличных, если пятница, да, у американцев выходные, не будьте хуже американцев, отдохните, получите удовольствие, и в понедельник с новыми силами начнете торговлю, и все у вас получится. Хорошего дня, до свидания. Продолжение следует...